Гудан родом из Донецка. Хозяева привезли его в Харьков год назад. Поселили в приюте для животных. В съемную квартиру брать не разрешают владельцы жилья. Но отказаться от любимого питомца семья не может. Приезжает к нему каждый день, выгуливает. Мы приходим, он так радуется, рассказывает что-то по-своему, прыгает, облизывает. Все равно видно, что скучает. Радуется, что мы приходим. Помимо Гудана, в приюте для животных содержатся еще две собаки. Одну из них привезли месяц назад. С того момента хозяева песика на связь не выходили. Их телефон постоянно отключен. Но выселять не имеем права, поэтому живем. Надеемся, что все-таки вернется. А вот самого мелкого жителя зоогостиницы заберут точно. Его хозяйка оставила в приюте, пока не обустроится на новом месте. Привыкать к новому месту придется и енотовидной собаке. Лесного зверька привезли в городской зоопарк посетители. Его подобрали около трассы. Чувствует он себя хорошо. Правда, к клетке не привык. Таким образом, в Харьков попали собаки, лошади, пони, лебеди и даже дельфины с морскими котиками, которых эвакуировали из донецкого дельфинария. Своебразной знаменитостью среди зверей-переселенцев стал Аист. Работники экопарка дожидали ему имя. Правда, но больше для журналистов на кличку «птица» не откликается. У Аиста оторвана лапа. Как он ее потерял, неизвестно. Его подобрали в Луганской области и привезли в Харьковский экопарк. Здесь ему оказали необходимую ветеринарную помощь. Он у нас сидел месяц на антибиотиках. Мы ему капали капельницы. Но полностью ветеринарные лечения мы проводили целый месяц. Буквально у нас он как два дня. Мы его сейчас сняли с лечения. Только делаем. Сейчас он у нас комплекс витаминов получает. За это время Аист набрал вес. Постепенно даже начал наступать на больную лапу. Ветеринары говорят, что если так хорошо пойдет и дальше, птицы сделают специальный протез, и он сможет полноценно жить дальше. Ольга Калиниченко, Илья Никонов. Настоящее время Харьков.